После предыдущей лекции, не восьмой, а седьмой, мне написал Александр Сергеевич Меркурьев и сказал, что была неточность у нас в формулировке критерий изоморфизма обобщенных алгебр квадронионов. Так что, значит, там критерий расщепимости был правильный, что, значит, альфа-бета над k, значит, расщепимо тогда и только тогда, когда x0 квадрат минус альфа x1 квадрат минус бета x2 квадрат расщепимо. Ну то же самое, да, значит, но вот критерий изоморфизма должен быть такой, значит, вот одна алгебра изоморфная, другой, а вообще алгебра патронионов, в том и том случае, когда, значит, формы вот не эти эквивалентны, а, значит, которые получаются отбрасыванием, ну, значит, мы знаем уже, что эти алгебры изоморфны, когда их формы нормы эквивалентны, вот, а по терме Витта сокращений, там есть одинаковые слагаемые, вот x0 квадрат, их можно отбросить, а отбросить последние нельзя, потому что последние разные, то есть дискриминат будет отличаться, может отличаться. То есть, когда форма x0, x альфа, да, x1 квадрат минус бета x2 квадрат плюс альфа бета x3 квадрат, эквивалентна форме минус гамма x1 квадрат минус дельта x2 квадрат плюс гамма дельта x3 квадрат. То есть, меня подвела здесь аналогия вот с этой теоремой. Здесь-то не важно, что отбрасывать, да, и это как раз, значит, довольно легко доказать в качестве упражнения. Так, ну и тем самым для алгебр актонеонов тоже такого типа критерий. То есть, можно отбросить первое слагаемое, титно будут формы вот семи переменных, вот, и, значит, они должны быть эквивалентны. Так что, не, ну, на самом деле было бы замечательно, если вот кто-то такую мысль мне уже подавал. Значит, если бы Александр Сергеевич, ведь это не вы, да? Может и я. Или я просто перечислял, так сказать, тех людей, которые... Нет, мне кто-то конкретно, мне кто-то конкретно уже говорил, да, что, значит, было бы замечательно, если бы Александр Сергеевич приехал вот осенью, нам следующую осенью прочел, значит, такой уже реальный курс по арифметике, там, алгебре, или по когмологическим вариантов алгебрических групп, да, вот какой-то такой реальный арифметический курс. Вот, значит, мы бы все ходили, правда, да? Вот, так, это, значит, поправка к предыдущему, а теперь я закончу то, что было вот в прошлый раз на восьмой лекции, так, это вот лекция 7. Так, а, значит, сейчас я закончу то, что было на прошлой лекции, лекции 8. Значит, а именно вот определю ту алгебру, которая вас будет больше всего интересовать. После этого я собираюсь сегодня, значит, ну, я уже это делал в этом семестре на там четырех или пяти занятиях семинара, да, для третьего курса. Так, сегодня я собираюсь сделать то же самое, но за одну лекцию, так, совсем уж такой крэш-корс, значит, по алгебрам Ли, там, системам корней, значит, понятно в каком стиле, да, можно это сделать там за полчаса, но я напомню то, что, ну, я считаю, что все знают. Вот, после этого определю, значит, исключительно алгебры Ли в базисах умножения, так, вот через систему корней, а нашей целью на, значит, вот третью четверть нашего курса будет как раз построение этих алгебр, исключительно алгебр Ли через алгебры октонеонов и через юрдану алгебру, так, то есть вот конструкции. А потом я собираюсь, если останется время, вернуться к геометрии, так, посмотреть на геометрии, связанные с этими группами. Вот, значит, ну, а сейчас я закончу исключительно, извините, юрдану алгебру, значит, простые юрдану алгебры. Вот. В прошлый раз я дал определение, и, по-моему, я привел ровно один или полтора примера юрдановых алгебр, правда, да? Один пример был такой, что с каждой ассативной алгеброй А примеры юрдановых алгебр. Значит, первый такой, что с каждой ассативной алгеброй А можно связать алгебру, значит, А с плюсом, но мы считаем, что А – это алгебра над, скажем, полем К, на характеристике не 2. Ну, в принципе, можно считать, что это коммутативное кольцо, значит, с обратимой двойкой. Так вот, с каждой ассативной алгеброй А – это ассативная алгебра – можно связать юрдану алгебру, значит, следующим образом, заменив там умножение, которое есть, вот, ассативное умножение, заменив на юрдановое умножение, значит, антикоммутатор. Одна вторая, вот для этого нам нужно предполагать, значит, что двойка обратима, так, и я вам в прошлый раз говорил, что если двойка необратима, то нужно просто менять определение юрдановой алгебры, нужно рассматривать другую структуру, так. Ну, и, на самом деле, сейчас нам ведь скажут, что вообще правильно рассматривать даже не юрдановые алгебры в характеристике 2, а юрдановой пары, да? – Не, ну, это разные объекты. Смотрите, что вам надо. – Ну, надо изучать исключительные алгебры и группы. – То есть юрдановая пара – это если вам не жизнь надо строить, а если вам надо строить, то все-таки юрдановая пара? – Да, да, да. Ну, Е6 можно построить тоже при помощи юрдановой алгебры. Ну, мы к этому вернемся. Ефим Сакович меня учил, что за каждой алгеброй Ли стоит юрдановая алгебра. Ну, или наоборот. Я не помню, кто-то на ком стоял, но смысл такой, что они тесно связаны. Вот, значит, да. Так вот, это первый пример. А второй пример – это когда А – это ассоциативная алгебра с инволюцией. Значит, с инволюцией звездочка. Так, и тогда мы рассмотрели, мы с этой алгеброй связали, значит, алгебру… По-моему, мы определяли уже этот пример, да? – По-моему, нет. – Нет? – Точно? – Ну, я не помню, у меня не написано. Алгебру эрмитовых элементов. Так, H стоит эрмиссен. Так, а сейчас я скажу. Значит, определяли Рума в субботу. В одну из суббот определяли. Теперь вспомнили, да? Эрмитовые элементы. Так, то есть, мы берем элементы Х и За, такие, что Х со звездочкой равно Х. Вот. Ну и тогда, значит, легко видеть, что эрмитовые элементы, относительно операции антикоммутатор, образуют подалгебрули. Извините, Йордного подалгебра. Значит, это Йордного подалгебра. ВА с плюсом. Вот. Ну, что интересно, от сеть на умножение она не замкнута. Произведение двух эрмитовых матриц не обязательно является эрмитовой матрицей, да? Так, да? Вообще, чуть ли не любой там, в комплексном случае, да? Вот. А, значит, антикоммутатор является, да? То есть, вот посчитайте, чему равно вот это вот так, считая, что, значит, что Х и Й сами эрмитовые, да? Так, вот. И с удивлением обнаружите, что… Так, ну все уже посчитали, да? Когда примените ко второму, получится Х со звездочкой, Й со звездочкой, то есть, Х, Й. Когда примените к первому, получится Й со звездочкой, так. Но сложение коммутативное. Значит, одна вторая, Х, Й плюс Й, Х. Вот. Значит, то есть, действительно, это будет Йорданова алгебра. Ну и, разумеется, вся теория Йордановых алгебр началась с этого примера. То есть, ровно вот с этого, значит, ну вот Йордан Вигнер и фон Нейман искали пример алгебры. Какие свойства вот этой алгебры, значит, нужно аксиматизировать, чтобы получить еще какие-то похожие на это примеры. Так, то есть, они искали что-то, что будет играть роль эрмитовых операторов. Вот. Это второй пример. Ну, есть еще один очевидный пример. Значит, ясно, что эти алгебры, они являются специальными. Да, я вам определял специальные алгебры, да. Значит, Йорданова алгебра называется специальный. Называется специальный. Значит, есть следующий пример. Ана вкладывается в какую-то алгебру А с плюсом, значит, для ассативной алгебры А. Да, уравнение на две перемены. Это называется теоремой Шершова. Определение. Так, ну, в противном случае, значит, Йорданова алгебра называется исключительной. Ну, и если вы посмотрите, мы все время руководствовались, мы все время руководствовались аналогией с теорией алгебры Ли, который мы еще не знаем. Так, ну, значит, ну или знаем в какой-то... Определение хотя бы алгебры Ли я вам давал чуть не на первой лекции даже в этом курсе, да. То есть, как бы я его напоминаю в каждом курсе. Вот, в частности, я в этом тоже напомнил, значит, что с ассативной алгеброй можно связать, значит, ассоциированную алгебру Ли, заменив умножение на коммутирование. Вот, значит, ну и вопрос, почему мы не давали таких же определений для алгебры Ли? А потому что для алгебры Ли есть теорема Пуанкаре-Биргофа-Витта, которая, видите, мне доказывала на кандидатском экзамене, да, своим способом. Помните, да? Вот, значит, есть теорема Пуанкаре-Биргофа-Витта, которая, ну, это более точная гораздо теорема, но, в частности, из нее следует, что над полем, ну или вообще над областью целостности, да, над областью целостности любая алгебра Ли вообще... Свободная. А? Свободная. Ну, свободная как модуль, да? Да, да. Ну, над полем любая алгебра Ли, хорошо, над полем, да, любая алгебра Ли вкладывается вот в такую алгебру для некоторой ассоциативной алгебры. Так, значит, вкладывается в алгебру Ли ассоциированность некоторой ассоциативной алгебры, ну, правда, вообще говоря, с теорем Пуанкаре-Биргофа-Витта вытекает, что бесконечно мерный, но там есть другая теорема, теорема Адой-Вассава, которая утверждает даже, что это так, если исходная алгебра была конечномерна, то она вкладывается в алгебру Ли, ассоциированную с некоторой конечномерной алгеброй. То есть у каждой алгебры Ли есть точное конечномерное представление. Так вот, если мы возьмем алгебру Ли, ассоциированную с алгеброй матриц, она называется полной линейной алгебры Ли. Так, и вот каждая конечномерная алгебра Ли вкладывается в какую-то вот такую алгебру. То есть вкладывается в алгебру матриц, только в алгебру матриц, в которой операция это не умножение матриц, а коммутирование. Так, поэтому вот эти определения для алгебры Ли не имели смысла. Так, это теорема Адо-Ивасава. Наша теорема Адо-Ивасава. Так, я не пытаюсь произносить японское В, но считаю, что, как и по-японски, имена не склоняются. Так-то Ивасавы меня крайне огорчает. Хонды там и прочее. Да. Еще лучше Або просклонять. Так вот, для алгебры Ли ничего такого не было, а для йордановых алгебр сейчас мы увидим, что будет. Но, как Витя нам заметил, действительно, значит, совершенно удивительным образом свойства алгебры быть специальной йордановой алгебры, действительно тоже определяется тождествами. Так, это называется теорема Шершова. Так, который утверждает следующее, что каждое два порожденное йорданного алгебра специально. Вот. Ну, сейчас мы посмотрим, например, три порожденные йорданного алгебра. То есть здесь ситуация такая же, как с альтернативными алгебрами. Помните, да, там каждые два порожденные под алгеброй, она ассоциативна, да. А вот есть пример, О порождается тремя элементами, она так чуть-чуть не ассоциативна. Вот, и здесь будет то же самое примерно. Значит, но я-то это определение напомнил для того, чтобы сказать, что вот эти алгебры все, ну, пока у нас были две, они специальны. Так, понятно, да, они по определению специальны. Вот, сейчас мы определим еще один пример алгебры, которая, значит, менее очевидно, что она специальна. Так, это называется алгебра ли, извините, йорданного алгебра невыраженной симметрической беринейной формы. Так, значит, йорданного алгебра. А, йорданного алгебра. Ну, сейчас посмотрим. То есть единицу нужно выбирать? Да, иначе будет его… Невырожденной. Подождите, подождите, подождите. Чего? Единица – это К. А, вы внешне присоедините? Конечно, да, да, да. Невырожденной. Ну, я… Так, сейчас я скажу… И в этот момент будет ясно, почему мы так делаем и почему это будет специальная йорданного алгебра. Это вот на эту тему я как раз весь прошлый семестр читал спецкурс, 10 лекций, вот ровно на эту тему. Доказывает, что это специальная йорданного алгебра. Но таких слов не произнося. Значит, невырожденной билинейной формы. Ну, пусть у нас есть В, так, и это понятие тоже у нас встречалось много-много раз. Значит, невырожденная билинейная форма на пространстве, на векторном пространстве В, над К. Вот. Значит, тогда мы рассмотрим следующую алгебру. Алгебру К плюс В. Так, ну вас устроит, Витя, да? То есть единицу уже… Да, единицу я выбрал вот так, да. Вот. Значит… А, вы предлагали… А, вы предлагали просто любую пару векторных пространств… А пространство и двойственное? Нет, нет. Я придал просто пространство с квадратичной формой в нём вектор, на котором квадратичная группа имеет значение. То же самое будет со стороны. Угу. А можно брать векторное пространство и двойственное пространство, да? Да. И получать ее одну пару, да? Это в точности унипатентные радикалы. Да. Значит… Ну вот. Ну и как же устроено умножение в этой алгебре? Значит, как устроено умножение? Так. Ну, наверное, умножение в К – это… Значит… Так. Ну, элемент отсюда, значит, он… Это пара. Альфа У. Так. Значит… Ну вот. Как умножаются две пары, да? Значит, альфа У на бета В. Так. Начало понятно. Так. Начало понятно. Да. Значит… Вот… Как бы… Скалярой можно, наверное, перемножить в поле. Так. Дальше мы оставим место. Значит… Дальше… Тоже понятно. Значит… Как умножить скаляр на вектор? Тоже понятно. Значит… Ну, мы пишем левое векторное пространство. Хотя я подразумеваю правое, но не буду об этом… Этим заморачиваться. Альфа на У плюс бета на В. Альфа на В плюс бета на У. Вот. Но… Значит… Так же, как… Мы же хотим простую алгебру построить. Этих операций явно недостаточно. Так… Вот этих… Того, что написано. Значит… Ну, что-то еще добавить, чтобы все-таки получилась простая алгебра. Вот. И это точно та же мысль, которая, значит… У нас была при построении матриц ЦУорна. Что… Нужно… Использовать все операции, которые нас куда-то, значит… Выбрасывают. То есть… Нужно получать… Там скаляры, векторы, ко-векторы, всеми возможными способами. Мы здесь еще не все способы использовали получить скаляр. Какой мы не использовали? Ну… У нас В вообще не будет. Да… В пока никак не фигурирует. Значит… Плюс БУВ. Как-то так примерно, да. Значит… Получилось… Вот… Легко проверить, что получилось юродного алгебра. Вот. Значит… Но… В действительности… Да… Ясно, что это операция коммутативна. Это вот ровно… Какое-то слово я пропустил. Не вывезли симметричные билигейные формы, да. А то непонятно, почему операция коммутативна, да. Симметрична. Значит… Ясно, что это операция коммутативна. Вот. Вот. Ну и… Вы можете проверить при желании юродного тождества. Вот. А… И при этом… Будет использоваться, что характеристика не два? На определение не говоришь? А… По сути? Да. Вот. А… Будет использоваться при декарстве простоты? Может использоваться, правда, да? Да. Я думаю, что да. Она может оказаться непростой просто в характеристике два. То, как определено. Вот. Значит, потому что нужно, чтобы не просто форму была. А… Или нужно… Сейчас. Что нужно? Ну, это… Это вы сами, кстати, разберитесь. При случае. Так. Но в любом случае, вот, получившаяся алгебра тоже специальна. Так. И сейчас нам кто-нибудь скажет, в какой астративной алгебре она содержится. Кто ходил в прошлом году… Кто ходил в прошлом году, должен знать. Так. Ну, кто, кто, кто скажет? Илья. Или Рома. Вы должны знать. Так, Рома. Мы в прошлом году одно слово новое выучили. Вот его и скажите. У вас цитинал, можно Павла поставить. Да. Так. Задай вопрос иначе. Как спецкурс назывался? Павлес на Питере. А? Каким образом? В алгебру Клиффорда. Какую? Клиффорда. Клиффорда. Да. Так. А вы что, не видите, что ли? Алгебра Клиффорда – это, значит, то же самое, плюс там еще дальше что-то. Ну вот. Вот. И это в точности, вот операция, которая определена здесь, это в точности симметризация операции в алгебре Клиффорда. В точности. Так. То есть, вот, значит, эта алгебра вкладывается в алгебру Клиффорда, ну, в ассоциированную с ней Йорданову алгебру. Так. А? Что вы говорите? Костя? Наверное, характеристика важна. Вот здесь характеристика, может быть, важна, да. Да. Да, да. Характеристика точно важна, значит, потому что там в характеристике 2 мы определим алгебру Клиффорда не по билинейной форме, а по квадратичной, да. Это не одно и то же будет там, да. Вот. Ну, вот в любом случае. Вот это очевидные примеры, значит, Йордановых алгебр. Так. Но, на самом деле, вот с примером 2 связан еще один чуть менее очевидный пример. Так. А именно следующий. И это вот и будет нас, больше всего интересующий нас пример. Так. Это, значит, вот как раз и будет алгебра Йод. так, но одна из форм, на самом деле, так мы, так как я сейчас вам расскажу, мы не все алгебры построим. Вот. И потом, может быть, я, значит, в тот момент, когда мы захотим классифицировать алгебры Ли, может быть, нам придется к этому вернуться. Я не знаю. А? Так. И что Йорданово тело будет затопно? Да. С какую? А? Да. То есть они… Ну, просто возьмите в качестве телу, там, диагональной матрицы, что-то типа 1-1-1-1 или что-то такое. Так, ну, я в глубокой задумчивости. То есть там, значит, вы хотите мне сказать, что там исчезнут идемпотенты, да? Да. Угу. Ну, ладно. Ну, значит, об этом я сейчас не готовы говорить. Это, так сказать, мне нужно еще обдумать будет. Значит, четвертый пример – это как раз вот исключительная алгебра Йорд, ну, какая-нибудь форма. Сейчас мы какую-нибудь форму ее построим. Значит, это вот такое. Вот до этого мы строили композиционные алгебры. Мы строили алгебру С, значит, алгебра Келли Диксона над К. Так, это тоже алгебра с инволюцией. Так, ну, здесь мы инволюцию обозначили чертой, а не звездочкой. Что-то алгебра с инволюцией. Так, ну, и размерность ее над К равна 8. Вот. Такие алгебры назывались алгебрами Келли Диксона, да? Так, значит, но так тогда мы можем привести ту же самую конструкцию. Мы можем взять, значит, матрицы над алгеброй С. Так, в этих, значит, в С есть инволюция. Поэтому в таких матрицах есть эрмитовая инволюция. Так, есть звездочка, которая отображает, значит, МНЦ в МНЦ следующим образом. Значит, матрица X и Y переходит в матрицу X, Y и с чертой, то есть эрмитовая транспонированная матрица. Так, вот это матрица X, это матрица X с чертой, X со звездочкой, то есть X с чертой транспоуз. Так, значит, вот, есть эрмитовая инволюция. Но раз есть эрмитовая инволюция, то мы можем определить вот алгебру, значит, эрмитовых матриц. Так, ну, значит, буквально то, что было сказано здесь, оно как бы, ну, не как бы, а на самом деле не годится. Потому что здесь мы сортовали со сетимной алгебры. То есть, если бы мы проделывали то же самое, мы должны были бы сказать, что вот мы взяли какую-то ассоциативную алгебру, взяли алгебру матриц над ней, так, МНА, взяли там эрмитовую инволюцию. Ну, понятно, что это будет йорданного алгебра. Потому что алгебра матриц над ассоциативной алгеброй тоже ассоциативна. Так, алгебра матриц над альтернативной алгеброй, да, она не только не ассоциативна, но никто не знает, почему она альтернативна, правда, да? Она не будет, наверное, да? С какой стати, да? Вот. И поэтому возникает вопрос, так? Но, конечно, умножать их можно. Такие матрицы, да? По обычной формуле. Так. Но, кстати, интересно, что стоит у таких матриц на диагонали, да? Вообще, что это за матрицы, как выглядят элементы вот этой алгебры, да? Это будут матрицы, у которых на диагонали стоит, значит, стоят элементы поля К. Ой-ой-ой, альфа. А? Альфа потом будут корни, я не хочу альфа, да. Так, что нарисовать другое, какую букву? Альфа, бета у нас будут корни. Лямбда будут весы. А, давайте А напишем, да. Ну, а у нас элементы алгебры. А1, АН. Хорошо. А1, АН. Значит, А1, АН – это элементы поля К. Так, значит, ну, а здесь стоит, там, на каком-то месте, значит, х и й на месте й, да? Так, а на симметричном месте стоит, значит, х и й с чертой. Так, где х и й – это элементы алгебры С, значит, при и меньшем й. Вот такая алгебра. Ну, и, значит, такие матрицы обычным образом умножаются, что, конечно, снова даст нам что-то, но не обязательно уже эрмитовую матрицу, а какую-то матрицу, какой-то элемент алгебры матриц над алгеброй С. Ну, и мы можем определить, как и раньше, операцию антикоммутатора действительно вот такого матричного умножения. Так, то есть определить операцию кружочек. Определить операцию кружочек, значит, х кружочек y равно 1 вторая xy плюс yx. Но мы продолжаем считать, что наша алгебра Кэрри Диксона определена над полем характеристики не равной двойки. Так, значит, как и выше, мы предполагаем, что характеристика k не равна двойке. Так, ну вот для того, чтобы у нас не возникало с этим проблем. Вот мы определили какую-то операцию. Так, ну и какими же свойствами она обладает? Так, вот оказывается, значит, есть такая теорема. В ком это убить теорема Алберта? Значит, что H, M, N, C звездочка является Йордановой алгеброй. Это эквивалентно тому, что N меньше либо равно трех. Ну, то есть алгебра, которая получена в этой симметризации умножения в композиционной алгебре является Йордановой, которая получена, значит, симметризацией умножения в алгебре матриц степени 2 над ней является Йордановой, степени 3 является Йордановой. Ну вот это вычисление, так, ну я не взял сегодня свою тетрадочку, в которой у меня это вычисление было, я его рассказывал даже один раз, на доске, в аудитории 306 в ПАМИ, осталось вспомнить в каком году, ну там типа в 87-м, скажем. Значит, вот, и, но больше не хочу, то есть это действительно вычислительное, ну может быть, Витя, может вы знаете такое реальное доказательство, концептуальное какое-нибудь, вот, значит, не, ну что при n больше равном 4, она не ерданого, это легко, вот, а что при n равном 3, она ерданого, абсолютно нетривиальное вычисление. То есть просто такое вот, ну, тяжелое реальное вычисление, то это качество, которое я знаю, которое написано в стандартных учебниках, там типа Джей Кобсона, там Шеффера и так далее, ну и которые переписаны потом в других местах. Я не знаю, знаете вы или нет другие. Так. А вы хотите прямо сейчас доказать, да? Нет, ну вот так, прикинуть, просто С отвечает А2, да, значит, а мы по А2, почему Е2? С отвечает? Ну, С отвечает по системе, как не, ну, а... Чего? С это до 4. Нет, ну С отвечает относительно системы ко мне А2, конечно. Конечно, не имею в виду, как она стоит, имею в виду, чему отвечает свойство альтернативности. А! А, угу. Значит, это отвечает относительно системы ко мне А2, тут по относительно системы ко мне А2 надо построить, так, публическое для вычисления. Ну, в общем, как по А2 пасует уже 2. По А2 просто. Ну, А2 внутри уже 2 живет. Не, ну, в любом случае, вот, как бы, было бы интересно написать, было бы интересно написать понятное доказательство этого дела. Значит, почему при n равном 3 алгебра идет, ну, вот, но на этом удивительные вещи не заканчиваются. Дальше наступает еще более удивительная вещь, что при n равном 1 и 2 это алгебра специально, это тоже легко видеть. Так, и все понимают, куда мы ведем, да? Теорема Альберта. Значит, ну, я уж не знаю, как мы ее обозначим. Значит, HM3C звездочка исключительная. Ну, я обозначу йод и не буду ничего писать, чтобы не было конфликта обозначений. Потому что на Сардельс нужно указывать не просто К, а нужно указывать алгебру С. Ну, в общем, я под йод понимаю любую, я пока не, так сказать, уточняю. На самом деле, понятно, что если поле К алгебраически замкто, то алгебра С единственная, это расщепимая алгебра, да? Так, и тогда, значит, вот сейчас мы будем говорить про случай как раз алгебраически замкнутого поля. И тогда эта алгебра единственная. Значит, если... Так, ну, сейчас я сформулирую теорему, потом к этому вернусь. А если, значит, поле К, например, поле вещественных чисел, тогда в качестве С у нас есть две формы, расщепимая алгебра и алгебра октав-компактная, вот алгебра Кэрри Грейнса. Вот, и тогда у нас получится две разных алгебры такого типа. Так, но более того, как вот показал Альберджи, над полем вещественных чисел, таких алгебр ровно три, есть еще третье, а именно алгебра без делителей нуля, которая не может быть вот алгеброй матриц, потому что в этой алгебре есть делители нуля. Понимаете, да? Так, то есть вот эти матрицы, они состоят и устроены так. Значит, здесь стоит, значит, А, Б, С, З, Х, У. Ну, там, может быть, для симметрии нужно поставить У с чертой. Как вы предпочитаете делать, Витя? Ставить здесь, З с чертой, здесь Х с чертой, здесь, скажем, У, а здесь У с чертой, да? Вот, значит, так вот выглядят матрицы. Так, но такие матрицы, ясно, что вот в такой алгебре, представленные такие матрицы, там обязательно есть делители нуля. Вот, а Альберт показал, что над полем вещественных чисел есть еще одна форма этой алгебры. То есть алгебра, которая после умножения тензорного на С дает вот эту алгебру на С, так, но которая сама делитель нуля не имеет. Компактная форма. Так, то есть их ровно три. Вот. Значит, которая такими матрицами не представляется. Ну, как Витя нам говорит, представляется. Не, ну там надо просто подкрутить все на... Умножение. Подкрутить все на диагональный элемент, который не представляет. Ну да, это написано... Это вот ровно то, с чего начинают там Спрингер и Фильдкамп, да? Значит, ну ладно. Ну вот теперь у нас готово все, чтобы сформулировать классификацию простых йордновых алгебр Ли. Так, ну еще раз вот увидеть, что у нас классификация, значит, каких-то объектов допускает, выглядит из стандартной части и исключительной части. Так, и, значит, вот это то, с чего мы начинали этот, значит, курс. Так, как выглядит вообще классификация, большая часть классификаций простых объектов там в разных ситуациях, симметричных объектов там. Выглядит так, значит, есть стандартная классическая часть и есть какая-то исключительная часть. Вот, вот теорема Альберта говорит ровно следующее. Так, значит, теорема Альберта. Значит, пусть... Пусть К алгебраически замктое поле, характеристике Е2. Значит, тогда... Да, А... Так, ну, А... А простая йордновая алгебра. Конечномерная. Что интересно, слово конечномерное здесь можно убрать, но только тогда это не будет теорема Альберта. Тогда это будет теорема Зельманова, там, 87-го, что ли, года. Ну, то есть решение, вот, известные проблемы Джей Кобсона, так сказать. А может быть, даже еще... Может быть, даже еще спросили, этот вопрос задали еще даже Юрдан Вигнер фон Нейман, я уж не помню. Я историю плохо изучал. А? Естественно, было бы спросить, потому что они именно такой искали. Их они бесконечномерные искали, да, простые, да. Да, скорее всего, это проблема Юрдана Вигнера фон Неймана еще. Вот существуют ли другие... Потому что этот ответ они знали. Значит, существуют ли другие алгебры бесконечномерные? Ну, вот ответ нет. Значит, простая, конечномерная, простая Юрданова алгебра. То есть возникает ли там что-то нестандартное? Нет. Алгебра над К. Тогда, значит, ну вот, первое А изоморфно-К, второе А изоморфно-эрмитовым матрицам, значит, над К плюс К. Так, ну К плюс К это комплексные числа, расщепимая форма. Понятно, да? Значит, вот, звездочка, да, где инволюция переставляет... Помните, там обсуждали, что такое расщепимое. Так, что перед квадриньонами, как они называются? Бинарионы, спасибо, да. Бинарионы. Это расщепимые бинарионы? Это унарионы, да? Вот, расщепимые бинарионы, что, наверное, да, спасибо. Вот, дальше нужно расщепимые квадриньоны, да, это что такое будет? Значит, 3 это А, изоморфно-H, значит, только в четной степени, да, М... Сейчас будет красиво, М, Н, запятая, М2. Да, да, ну мы потом это можем подсократить, это, конечно, при желании. Так, но здесь сказано просто, что, чтобы она была проста, ну, чтобы размер матриц был четным. Еще больше, да, правда, да, то есть ее можно было бы сюда записать, да? Ну, или можно было бы сказать, что инвалидция симплифтическая. Да, но вот размер матриц нечетный. Понимаете, да, то есть это исключение, да, как бы. Вот, ну да, это, конечно, М2НК. Симплифтическая. Вот, ну да, 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 инвалидция здесь, это инвалидция, которую мы писали. Значит, А, Б, С, Д со звездочкой равно Д минус Б, так, с чертой скорее я написал, минус Б минус С, А, да. А потом звездочка строится вот по этой черте на кватернеонах расщепимых. Вот, это 2. То есть можно Н2 перестать. Вместо Н2 написать 2Н. Можно, да, выбрав другой базис, да. Можно, да. Так, ну, понятно, все поняли уже, да. Вот, значит, 4, это алгебра невырежденной белинейной формы, но белинейная форма над полиом алгебраически замкнутым, характеристически не два, всего одна. Вот, значит, невырежденная, то есть это алгебра К плюс В, значит, алгебра невырежденной белинейной формы Б. Так, и, и вот то, что мы только что построили. Алгебра Й, значит, равная М, извините, H, М3, значит, расщепимая алгебра Келли-Диксона, но она единственная над К, звездочка. Так, вот размерность этой алгебры равна 27. Вот, и все остальные алгебры специальные. Вот эти алгебры и специальные по самому построению. Они вкладываются в алгебру матриц, они вкладываются все в алгебру матриц над К, значит, подходящего размера. Вот, а этой алгебры нет. Это единственная, значит, простая Йордного алгебра, конечномерная, но по теориям Зельманова она будет единственной, единственной исключительно Йордной простой алгеброй вообще. В том числе и бесконечномерных, тоже никаких новых не возникает. То есть, вот это вот единственная, единственная, простая, исключительно Йордного алгебра. Так, ну вот, как я только что упомянул, над незамкнутым полем, конечно, там простых алгебр будет, с точки зрения изоморфизма, вообще говоря, много. Там над полем R, значит, есть алгебра H, M3, значит, DR, расщепимые октавы. Есть алгебра H, M3, значит, O. Так, это алгебра матриц над компактными октавами. Там есть делители нуля, так что она не является телом, но, с другой стороны, она не является расщепимой. Так, как скачет такое расщепимое в данном случае? Для композиционного алгебра в точности наличия делителей нуля здесь что-то более сильное, гораздо. не хватает, здесь тоже есть не патенты, что их много. А, что, нет, даже не хватает полной системы и домпатентов. Нет, полной системы не патентов тоже есть. Да, тоже есть, значит, как сказать, нет, мы все понимаем, что такое расщепимое, но как сказать словами? Вот, вот будет одна форма, вторая форма, и будет третья форма, значит, ёрдного тела, то есть компактная форма. Мне не хочется писать йод с ноликом, потому что йод с ноликом я хочу потом в другом смысле употреблять. Вот, но нужно как-то придумать какие-то обозначения, чтобы это различать. Вот, то есть на ДР будет три формы, но они все 27-мерны. Они все 27-мерны, понимаете, да? Так, ну и это вот как бы общая картина, что вообще, значит, над любым полем все исключительные простые йодные алгебры 27-мерны. То есть 27 шины исключительная размерность, и вот это 27, оно нарисовано здесь, значит, но через какое-то время я вам нарисую, я вам объясню это так, как я это понимаю, потому что я это понимаю совершенно по-другому, конечно, и считаю совершенно по-другому, вот не в таких матрицах, а считаю по картинке весовой, за стющими вершинками. А, Миша хорошо эту картинку знает, да? Вот, значит, 188118, то есть вот это 27 и есть, то, что мы писали формулу. Так, значит, ну вот в любом случае эта теорема показывает совершенно исключительную роль вот исключительной Йорден-Велленбера, просто над алгебраически замкнутым полем является единственной, над незамкнутым полем она единственной не является, но размерность ее является единственной, значит, размерность 27 всегда. Вот точно так же, как над незамкнутым полем там алгебра актанионов, конечно, была не единственной источник для изоморфизма, но, значит, размерность ее 8, да? То есть, размерность единственной простой, альтернативной, но не ассоативной алгебры 8, вот так же здесь, размерность единственной простой, но не специальной Йорден-Велленбера 27, так? То есть, вы понимаете, да, полный параллелизм, да, этих утверждений. Вот, значит, ну вот это то, что я хотел сказать про Йорден-Велленбера для начала, а я думаю, что остальное уже я буду говорить, значит, в тот момент, когда нам это понадобится для реальной классификации там Е6, Е7. Так, для построения. А, кстати, в пятницу нам Витя расскажет, но вы расскажете другую классификацию форм Е7, да? Вот, связанную с тем, что мы в прошлый раз, значит, всех очень приглашаю, потому что я думаю, что будет очень интересно. Видите, вы расскажете понятно всем, да? А? Да, Витя нам расскажет, значит, про классификацию форм Е7, используя вот вложение, значит, 7А1 в Е7, то как раз, что мы обсуждали там в прошлый раз, это вот и есть ровно картинки у Манивеля, так? То есть вот интересно, что там эти картинки, они действительно определяют гораздо больше, чем кажется, что там можно повесить в вершинки алгебрикпатернеонов, да? Он вешает расщепимый алгебрикпатернеонов, он смотрит на геометрическом уровне, так, значит, Витя делает то же самое, но вешает любые алгебры, а вообще он не алгебрикпатернеонов, но с отношением в группе Браура, да, вот, но вот в любом случае все приходите на Витин доклад, здесь же в 7.15 в пятницу, значит, сниматься он не будет, наверное, хотя, может быть, и стоило бы попросить, как вы считаете, Витин? Да нет, наверное. Стоит или еще рано, да? А он еще с силоватый? А, ну, вы нам тоже не прочтете курс на эту тему. Вот вы проводили семинар, так, а сейчас, так сказать, мне кажется, что… Да, вы прочтете спецкурс просто на классификацию простых алгебраических групп, мне кажется, это очень уместно будет, правда, да, его там же записать, как вы думаете? Вот, значит, ну ладно, а теперь я хочу перейти к основной части, то есть вот у нас была первая часть, где я совсем какие-то ментальные вещи рассказывал, значит, изоморфизмы исключительные для конечных групп, там правильные многогранники, вот связались, собственно, комбинаторные просто вещи, потом рассказывал немножко неассативные алгебры, вот два исключительных примера, значит, октавы алгебры Келли-Диксона и октанионы и исключительно йордного алгебра, а сейчас мы переходим к третьей части, значит, всего их будет четыре, к третьей части построения исключительных алгебр Ли. Так, ну и сегодня, значит, я постараюсь за час просто рассказать Crash Course по теории алгебры Ли, значит, дойдя до построения, значит, всех алгебр, но построение считает, что мы все-таки знаем систему корней. Вот как бы напоминать так совсем уже аккуратно системы корней, мне там в сто пятидесятый раз не хочется, или в какой там, я уж не помню, но типа того. Но все знают уже, что такое система корней, правда, да? Так, ну в любом случае, системы корней, которые нас интересуют исключительно, надо и все, конечно, я просто могу построить явно, то есть более того, если мы построили и, значит, ну либо сегодня, либо в следующий раз построим еще несколькими способами. Вот. Ну, мне больше всего нравится считать в гиперболической реализации. Так, мне кажется, проще всего, поскольку там все коэффициенты целые. Петя, а вы какую любите больше всего реализацию? Е8, не алгебра, а система корней. Но народ, так сказать, поскольку ничего кроме Бурбаки больше не читал, то все полисы реализации у Бурбаки, которые мне представляются для вычислений, не очень удобные. То есть из тех, которые я знаю, это наименее удобная реализация у Бурбаки, она менее удобная, чем та, которую я в прошлый раз вам рассказал. Вот. Значит, ну ладно, так, как кэш-корс, так и пишем, да? По простым алгебрам Ли. Так, ну, какой самый понятный источник? Ну, вообще, всем я рекомендовал читать книгу Хамфри, а? Ну, я думаю, Хамфри есть все. А? А, и все. И сэр. И сэр. Или вам сэр не нравится? Сэр. Сэр мне очень нравится. Значит, вы видите эту книжку конкретно, да? Понимаете, я ее читал, ну, лет сорок назад, наверное. Сэр мне подписал потом, значит, когда я ему это рассказал. Ну, вот, там ошибка в определении системы Е6 и Е7. Просто в книжке, которая перекочевала в математическую энциклопедию, да. Это правда, да. Ну, конечно, да, да, да. Не, сэр книжка, конечно, но она начинается, ну, она состоит из трех частей, действительно, очень разных. Конечно, она замечательная книжка. Вот, но для начинающего, мне кажется, Хамфри лучше. Потому что Хамфри не обсуждает вещи типа свободных аудип, вот, понимаете, да, которые к этому имеют, как бы, мало отношения, да. То есть они там в каком-то другом месте нужны, но... А, ну, потому что сэру нужно сдавать образующие соотношениями, например. Вот, а мы хотим задать таблицу умножения, а не образующие соотношениями. То есть вот то, что у сэра, это очень полезно, если переходить к бесконечно-мерным обобщениям. Вот если двигаться в направлении алгебра Кацимулги, то нужно, конечно, читать сэру, да. Значит, ну, в любом случае, Хамфри... Так. Введение в алгебрали и их представлений... А? Введение в теорию алгебрали и их представлений, да. Ну вот, есть моя научно-популярная статья, совсем научно-популярная, значит, которая... Где можно найти ссылки на... Ну, уж на то, что на русском языке, значит, на все источники, так... Ну, вы знаете ведь это. Значит, это сборник математика в 20 веке, взгляд из Санкт-Петербурга. Вот. И там, значит, есть моя статья, которая называется «Простые алгебрали, простые алгебраические группы и простые конечные группы», где просто ссылки на все книги на русском языке и некоторые на английском. На английском гораздо больше, конечно. Вот. Значит, ну... Так, давайте по минимуму как-нибудь что-нибудь. Алгебрали я уже определял, правда, да? Значит, ну, пусть у нас над полем все, да? Ка – это поле. Так, значит, Эль называется алгебрали. Так, алгебра Эль. Алгебра Эль над Ка называется алгебрали. Значит, если определение, во-первых, она антикоммутативна, х квадрат равно нулю, так, и во-вторых, она удовлетворяет точенству Якоби. Значит, x, y, z плюс y, z, x плюс z, x, y равно нулю. Так, но на самом деле в алгебрах Ли принято операцию записывать не как умножение, а как коммутирование. Так, то есть принято писать, значит, записывать операцию умножения как вот скупку. Так, значит, то есть паре сопоставляется их элемент, который называется их коммутатором. Эта операция называется скобкой Ли, ну, чтобы отличать от других скобок. Вот, по-такому рассматриваются там, осматриваются алгебры с двумя скобками, например, там, скобка Ли, скобка Пуассона, там. Вот, биалгебра Ли, там, в таком духе. Значит, операция решается коммутированием, и тогда эти аксиомы записываются так. Значит, x, x равно нулю, ну, откуда, конечно, сразу вытекает, что x, y равно минус y, x. Вот, но обратно не вытекает. Конечно, обратно вытекает ток, если характеристика не равна двойке. Так, ну, и вот точество якоби. Вот, значит, ну, и пример я вам, собственно, уже привожу в третий раз в этом курсе, может быть, в четвертый основной пример. Значит, такой, пусть, а, это ассативная алгебра. Так, значит, ну, и мы заменяем в ней операцию, рассматриваем вместо операции умножения операцию коммутирования. Так, x, y, значит, переходит в коммутатор, x, y, равный x, y минус y, x. И получив вся алгебра, значит, получается а минус, называется алгебра ли, ассоциированная с алгеброй а. Алгебра ли, ассоциированная с алгеброй а. Так, ну, и вот это основной пример. И как мы обсуждали сегодня уже, значит, собственно говоря, никаких алгебр, кроме подалгебр, таких алгебр, никаких алгебр ли, других не существует. То есть, казалось бы, зачем их изучать. Вот, но, значит, это другая категория, там подалгебры больше гораздо. Так, значит, и гомоморфизмы другие совершенно, так, то есть тоже, как мы вспоминали уже, скажем, если алгебра А коммутативна, для любой коммутативной алгебры, ассоциированная с ней алгебра, ли, просто имеет нулевое умножение. Так, просто имеет нулевое умножение. То есть, никаких лиевских гомоморфизмов между ассоциированными алгебрами нету. Да, ну, значит, можно определить все аналоги всех понятий общей алгебры. Ну, например, если есть две алгебры, ли, л1, л2, так, то что такое гомоморфизм? Значит, фи в сумму переводит в сумму, как обычно, так, и коммутатор в коммутатор. Так, ну, здесь, значит, конечно, я должен был бы написать, поскольку это алгебра, еще какое-нибудь тождество, там, типа, значит, дистрибутивности, то, что скобка ли, значит, линейно по каждому аргументу, что ли в таком духе. Значит, ну, и второе, дистрибутивность можно не писать, ну, и еще, там, линейность, то есть то, что скаляры можно выносить. Значит, такие же свойства по второму аргументу можно не писать, поскольку алгебра или антикоммутативна, то, значит, все, что мы пишем по первому аргументу, все это выполняется по второму аргументу. Так, значит, то есть антикоммутативные алгебры ничем не хуже коммутативных вообще, в принципе, может, даже лучше. Значит, ну, вот, гомоморфизм алгебрами. Так вот, значит, Элиевский гомоморфизм. Лиевский гомоморфизм между ассоативными алгебрами гораздо больше, конечно, чем ассоативных гомоморфизм. Вот, как мы говорили, что Йордновых гомоморфизмов гораздо больше, чем ассоативных гомоморфизм. Ну вот, можно определить аналоги под алгебрами, можно определить, значит, идеалы. Так, идеалы, но назовем И, значит, подпространство в L, идеалом L, если следующее выполняется, это подпространство. Так, значит, если Ли содержится в И. Так, это понятно, что значит, да, это просто, так, подпространство, порожденное коммутаторами. Правильно так определять, правда, да? Значит, x, y, где x принадлежит L, а y принадлежит E. Но поскольку операция антикоммутативна, то, понятно, без разницы определять, значит, левые идеалы или правые идеалы, в алгебре Ли все идеалы являются двусторонними. И в этом случае мы будем писать, значит, что И идеал в L. Вот, значит, ну и наша цель состоит в том, чтобы классифицировать простые алгебры. Значит, алгебра Ли, L называется простой, если L не равно нулю, и из того, что И идеал в L, следует, что L, что И, а? Идеал, да, спасибо. Что И равен нулю, или И равен L. Так, ну и вот, значит, наша цель, как всегда, как для других объектов, состоит в том, чтобы классифицировать простые алгебры Ли. Так, значит, то есть мы классифицировали, ну или, по крайней мере, сформулировали классификацию, значит, простых альтернативных алгебр, простых Йордновых алгебр. Так, вот. А сейчас мы хотим классифицировать простые алгебры Ли, но еще больше мы хотим понять те простые алгебры Ли, которые есть. То есть, как раз нас в большей степени интересует в действительности не классификация, а то, что называется постклассификация. То есть, значит, жизнь начинается с того момента, когда эта классификация получена. Жизнь становится интересной с того момента, когда известна классификация простых алгебр. Жизнь стала веселее. Вот, значит, итак, как классифицируются простые алгебры Ли? Ну, это вопрос. Пока я никаких других слов не сказал, это вопрос математический, конечно, а не философский, но очень сложный. Вот, то есть, классификация простых алгебр Ли? Ну, например, я пока вообще ничего не сказал. Я не сказал вообще ничего про поле, я не сказал ни про характеристику, ни про то, является алгебраический замкнутый. А что, так сказать, не алгебраический замкнутый поле, характеристики 0 много, так сказать, проще, чем алгебраический замкнутый поле положительных. Ну, да, а это очень частный случай. Да. Вот, значит, как устроены простые алгебры, как устроены простые алгебры Ли? Вот, ну, значит, мы начнем, начнем с классического случая, а потом, а дальше что успеем. Значит, ну, вот классический случай, классическая ситуация. Такая, когда, значит, во-первых, поле К, характеристический 0, и во-вторых, поле К алгебраический замкнутый. Так, ну вот Андрей хорошо знает эти предположения, правда, да? А? В том числе. Не только вы, да? Вот, значит, нет, но вы знаете и в других ситуациях тоже, да? Вот, значит, в этой ситуации это, конечно, классический результат, значит, а вообще классификация простых алгебр Ли, в отличие от классификации конечных простых групп, она неизвестна сегодня даже для алгебраически замкнутого поля. Она известна для... А в характеристике 5, там, так сказать, гипотеза есть, сколько у них все? Нет, в характеристике 5 она известна, уже. А, то есть сказать вам, что на самом деле известно, да? Значит, ну вот классификация, в классической ситуации, классификация была получена Киллингом и Картаном. Так, значит, и вот список получающихся алгебр, мы как раз, значит, сейчас вот и начнем эти алгебры обсуждать. Этот список называется списком Картана Киллинга. Так, и мы много раз его видели в разных ситуациях. Это просто, значит, самый важный список, самый важный классификации, который вообще есть в математике. Так, значит, теперь, отвечая на Витин вопрос, значит, на него ответ такой, что для случая полей характеристики, по крайней мере, 7, классификация выглядит более-менее одинаковым образом, алгебрологический замкнутый. Так, ну, с точки зрения того, что там в положительной характеристике простые алгебролинии являются больше жесткими. Так, то есть там, грубо говоря, в них можно... Ну, вот, если классифицировать, значит, ну, можно так говорить, да, значит, соответствующие, там, градуированные алгебры, так, то они, конечно, классифицируются просто списком. Вот, значит, а если говорить про, значит, простые алгебры, то они тоже классифицированы, вот, но их... Но чуть сложнее, то есть не чуть, а сложнее. Вот, значит, там ситуация такая, что... Ну, мы потом, может быть, к этому вернемся. Вот сейчас я хочу перейти вот к построению алгебры этих типов, но действительно сделаю отступление небольшое, к которому мы, может быть, вернемся, если будет время. А если не будет времени, то, значит, может быть, я на эту тему прочту полугодовой спецкурс в следующем семестре. Это было бы интересным, потому что я никогда это все... То есть я просто, значит, там, посмотрел на книгу Штрада, там, и на статьи Штрада и премию, там, так сказать, такие красоты. И я думаю, что все непонятно, но там все абсолютно понятно написано теперь. Это раньше было непонятно, теперь все понятно. Когда они классифицировали. Понятно, что там декачество не разобрать. Но декачество там безумное абсолютно. Именно для алгебры, которые не являются ограниченными. Значит, ну вот в положительной характеристики. Поле по-прежнему алгебраически замктое, потому что если поле не алгебраически замктое, то это к другому специалисту, значит, к другому доктору. Значит, алгебраически замктое поле, положительные характеристики. Там ситуация такая, что, значит, на самом деле нужно описывать в качестве первого шага не произвольные простые алгебры, а ограниченные простые алгебры. Так, значит, в качестве первого шага значит, нужно описывать ограниченные алгебры. А ограниченные алгебры – это вот что такое. Это алгебры, в которых есть дополнительная P-операция. Так, операция, значит, которая вот возводит элемент в P-тую степень. Ну, пожалуй, мы нарисуем таким вот образом. Так, значит, возведение в P-тую степень. Ну, а смысл этой операции такой, значит, что если L – это алгебра L, ассоциированная с ассативной алгеброй, то тогда возведение в P-тую степень – это обычное возведение в P-тую степень. Так, ну, отсюда можно вывести, каким свойством это должно удовлетвориться. Так, ну, например, значит, свойство такое, что, ну вот, понятно, что с каждым элементом X из L можно связать, значит, внутреннее дифференцирование от X из L в L, которое каждый Y отображает в XY. То, что это дифференцирование от Y. Так, значит, от X от Y равно XY. Да, то, что это дифференцирование, это дифференцирование. Это в точности тотчество Y. То есть, на самом деле, это значит, что тотчество Y, это в точности, значит, при выполнении антикоммутативности, это в точности вариант тотчества Лейбница. Ничего больше. То есть, на самом деле, правильно было записывать тотчество Якоби в таком виде. Правильно было писать не тотчество Якоби, а тотчество Лейбница, так, который выглядит следующим образом. Тожество Лейбница, это, как это, в элементарных курсах называется формула дифференцирования произведения, что ли, да? Так, значит, то есть, правильный некоммутативный вариант тотчества Якоби, это, значит, такое тождество. Икс, Игрек, Зет, равно Икс, Игрек, Зет, плюс Игрек, Икс, Зет. Так, вот, это называется тождество Лейбница, и, собственно, мы могли бы определить некоммутативные алгебры Ли. Значит, алгебры Ли, в которых не выполняется тождество антикоммутативности, а тождество Якоби заменено вот на такое тождество Лейбница. Такие алгебры называются алгебрами Лейбница, так, они называются алгебрами Лейбница, это интересный вопрос, да? Это зависит от точки зрения. Да, их ввел Лоды. Значит, вот, а там ситуация такая, что никаких новых простых алгебрами Лейбница нету, поэтому мы с вами с ними не встречались. Вот, а вот не патентных алгебр Лейбница, новых, просто море. Вот, и они действительно реально возникают, когда вы, вот, смотрите на там разные другие вопросы. Вот, значит, в любом случае, да, в любом случае, вот, присоединенное дифференцирование является дифференцированием. Действительно, это отображение называется присоединенное дифференцирование. Вот, ну и тогда, значит, как бы основное свойство, значит, возведения в П-тую степень состоит в том, что, в том, что дифференцирование присоединенное к П-той степени элемента, это в точности, значит, П-той степень присоединенное к П-той степени. Вот. В смысле композиции? В смысле композиции, да. В смысле композиции. Ну, давайте я тогда, значит, раз это сказал, совсем коротко напомню, что такое уж дифференцирование, как бы, вот основной моральный пример алгебры Ли, поскольку там для всего важно, значит, что это такое морально. Группа, это группа автоморфизма, что такое алгебра Ли, морально алгебра Ли, это алгебра дифференцирования чего-то. Значит, ну вот, а именно, если у нас А это любая алгебра, так не обязательно ассоциативная. Тем более, что нам это понадобится, чтобы построить те алгебры, которые, ну так, по первости построить, те алгебры, которые у нас, которые мы хотим построить. Вот, то тогда, значит, определение К дифференцированием А называется К линейное отображение, отображение, значит, Д из А в А. Так, ну то есть дифференцирование обладает обычными свойствами, да. Производная сумма равна сумме производных, значит, ну и скаляры выносится. Вот, которая обладает точность Лейбница. Значит, ДХУ равняется ДХУ плюс ХДУ. Но здесь важно в этом точность и не перепутать порядок, потому что на первом курсе, в курсах анализа это тоже пишется неверно. Значит, всегда. Я не видел учебника, в котором оно было написано верно, но потом народ там с большим воодушевлением начинает дифференцировать матрицы и получает очень интересный ответ. Ну, то есть в этот момент, наверное, объясняется, но поскольку навык уже сформирован дифференцировать неправильно, то он сохраняется. Ну, я уже тоже рассказывал там миллион раз, да, как дифференцируется там обратный элемент, да. Инверс, да. Так что там возникает Х квадрат. Что там Х в минус второй? А? Х квадрат надо вознести. Да, да. То есть Х минус первый, Х минус первый. А? Ну, сюда поставите Х минус первый, это упражнение. А? Ну, сюда поставите Х минус первый, это упражнение. Куда, куда, куда? Вот эту формулу уместить, подставить Х минус первый и получить, чем она. А, да. Учитывая, что Д от единицы равно нулю. Витя дал очень полезный совет, да. Значит, упражнения, вот тем, кто этого не делал, но это все делали уже, да, я всем это рассказывал, да. Значит, чему равно, чему равно Д от Х минус первый. Так, ну и вот вы с удивлением увидите, что в анализе вас учили неверно. Не, ну ровно с этим связано там просто, я лично видел ошибки, когда люди пытались дифференцировать обратную матрицу. Вот, значит, производную вычислять. В печатных текстах я не веду, что-то не сходилось там. Вот. Значит, да, это дифференцирование. Ну и все дифференцирования алгебры А образуют сами алгебру. Кстати, вы забыли действительно важное свойство, что дифференцирование это с коллегой? А, у вас алгебра нет. Как это я забыл? Как это я забыл? Вы сравните это равенство с этим равенством. Если средниц есть, это автомат. Да. Окей. Значит, алгебра дифференцирований. Алгебра дифференцирований алгебры А. Так, у нас стоит из всех дифференцирований алгебры А. Но, естественно, она является подпространством в алгебре эндоморфизмов алгебры А. Так, эндоморфизмов как векторного пространства. Значит, как векторного пространства. Пожалуй, плохо я написал эндоморфизмов, нужно написать что-нибудь другое. Что мы напишем? Жель, да? Жель лучше, да? Жель хуже, потому что Жель это… Ну, маленькая жизнь, готическая жизнь. Нужно написать что-нибудь здесь. Мы уже определяли готическую жизнь. Определял? Да. А тогда операция здесь другая. Я хочу сказать, что произведение двух дифференцирований дифференцирований не является. Произведение двух дифференцирований является линейным оператором, дифференциальным оператором второго порядка. А дифференцирования – это дифференциальные операторы первого порядка. Вот. Значит, произведение двух дифференцирований дифференцирований не является. но когда вы берете два дифференцирования в одном порядке и в другом порядке и сравниваете, окажется, что члены второго порядка у них будут одинаковые и при вычитании они сокращаются. Это значит, что в действительности, как нам Витя заметил, если заменить здесь эндоморфизма на GLA, то есть алгебру линейных операторов на А, рассматриваемой как векторное пространство над полем К, но с операцией не композицией, а с операцией коммутирования, то есть операция здесь такая, значит D1 D2 равняется D1 D2 минус D2 D1, где произведение линейных операторов, конечно, это композиция, то есть это применяется к чему-то, применяется к элементу алгебры вначале первой, потом второй, здесь соответственно то же самое, то тогда отсидно этой операции алгебра дифференцирований будет сама алгебра Ли. Так, вот эта сама алгебра будет алгебра Ли, так относительно этой операции. Вот, и это основной моральный пример алгебра Ли, значит алгебра Ли это алгебра дифференцирования. Так, вот, да, ну и вспомнили мы ровно, потому что дифференцирование. Так, но теперь возвращаемся к нашему отступлению, у нас отступление получилось. Читайте книжку Лоренса Стерна все, вот там в какой-то из глав написано, что это не отступление его, но само произведение. Помните Витя, да? Лорес Стэн, ну как же это сказать, это самая замечательная книжка на английском языке вообще, которая есть. Ну, это вообще самый важный роман в истории человечества. Ну, там не самая важная книжка, самая важная книжка, конечно, Джон Джоу, вот, а значит, но это самый важный роман, да. Вот, жизнь и мнение Тристрама Шенди Джентльмена. Читали, нет? Ну, вам еще, я вам завидую, да, вам много еще предстоит узнать. Вот, прочесть Лоренса Стерна по-английски, там, и Рабле по-французски, например. Вот, не, ну, это замечательно, то есть, как бы, да. Вот, и там есть такая фраза, что это не отступление его, но само произведение. Там эта книжка описывается, значит, жизнь, вот, Тристрама Шенди с момента рождения, и причем каждый том описывает один день из его жизни. Вот, и на написание тома, значит, автор тратит год. И вот известный парадокс Тристрама Шенди, который обсуждает Рассел, состоит в том, сможет ли Тристрама Шенди описать полностью свою жизнь, значит, вот таким вот образом. Ну, и как раз в связи с понятием бесконечности. То есть, это первая версия от Эля Гильберта, да? Да, да, ровно так, да. Причем каждый день, да. Ровно так, да. Вот, да. Так, где мы остановились? Мы остановились в том, что, в том месте, что нужно описывать, значит, для начала ограниченные алгебры Ли, алгебры Ли, в которых еще есть П-операция. Вот, и, оказывается, даже ограниченных алгебр Ли, их там чуть побольше, чем вот тот список, который мы где-то здесь нарисовали, и неужели уже стерли? Уже стерли. Ну, тогда придется и это стерять, да. Вот, их чуть больше, значит, придется снова нарисовать этот список и нарисовать, дорисовать к нему еще несколько букв. Вот, значит, а именно в этом случае появляются, появляются аналоги некоторых алгебр, значит, кроме вот того, что мы видели, значит, я вам все равно аккуратно сегодня не смогу это сформулировать. Я говорю, что, может быть, я действительно просто, вот, вот, пожалуй, я придумал, какой спецкурс я буду читать в следующем семестре. Простые алгебры Ли в положительных характеристиках. Алгебры Ли картановского типа. Вот, так, значит, вот, понятно, что, когда в тот момент, когда мы построим наши алгебры, будет понятно, что после редукции они обычно дают, не всегда, но обычно дают простые алгебры. И в положительные характеристики, то есть тот же самый список. Значит, но, кроме того, возникает еще новый список, значит, WL, SL, HL и KL. Так, это общие алгебры, специальные, Гамильтоновые и контактные. Ну, на самом деле, там еще возникают еще некоторые вещи, которые я не хочу обсуждать. Значит, еще параметры возникают. Почему мы их не видим в положительной, в нулевой характеристике? Вы знаете ответ, да? Потому что они бесконечно мерные. Потому что они бесконечно мерные, да. То есть, вот эти алгебры, это алгебра картановского типа, так называемые. Так он их и классифицирует, да, да, конечно. Алгебры картановского типа. Так, ну вот, которые там интерпретируются как алгебры Ли полиномиальных векторных полей. Вот, и там картинка такая, значит, что в характеристике ноль, коэффициентом у них являются многочлены. Ну, то есть, там входит что-то типа там dpdx1, dpdx2 и так далее, а коэффициенты многочлены. Так, значит, и они бесконечно мерные, потому что просто каждый коэффициент бесконечно мерен. Так, а почему в характеристике положительные они становятся бесконечно мерными? А потому что в положительной характеристике аналогом многочленов являются немногочлены. Это наивная точка зрения, что аналогом многочленов положительной характеристики являются многочлены. Так, на самом деле аналогом многочленов является алгебра разделенных степеней. Так, ну вот в простейшем варианте, в простейшем варианте, когда мы просто смотрим на, значит, степени p, то мы берем, значит, ну вот обычно мы берем базис многочленов, вот такой вот базис, да, а можно брать вот такой вот базис. Так, и это, этот базис, он себя, например, тот понимает, да, потому что этот базис себя гораздо правильнее ведет по отношению к дифференцированию, потому что что мы хотим, мы хотим там написать жордановую форму, в которой единички стоят, или мы хотим написать жордановую форму, в которой, в которой, значит, стоят единицы, двойка, тройка и так далее, n, над диагональю, да, но вот, значит, почему-то там Эйлер, Даламбер и Бернулли хотели написать формулу, в которой все стоят единички. Так, вот, на самом деле я всем рассказывал, да, что жордановую форму изобрели в 18 веке, Эйлер, Даламбер и Бернулли, когда решали систему. Да, нет, доказал-то понятно Фрабейниус, ровно, ровно, да, то есть когда вы берете их текст, а там, так сказать, вот, сегодня это читается как жордановая форма, но это просто, да нет любой степени, да, у них жордановая форма есть, просто буквально, они изучали, там, ну, доказывают, что решением линейного инферсионального 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 и буквально, так сказать, вот, вы смотрите на базис и получается буквально жордановой клетки, вот. А вот это я не знаю, честно, так сказать, но это понятно, что это все в одном круге идей, да, да, вот, значит, но вот это вот дело называется разделенные степени. Так, ну и, значит, как они умножаются? Ну, как обычные степени умножаются мы знаем, да. Вот, значит, как разделенные степени умножаются? Так, ну, понятно, что, опять же, практически ноль, вы просто взяли и действительно разделили степень и, так сказать, у вас все отлично получается. Так, значит, а здесь, как они умножаются? Ну, понятно, что они умножаются примерно так же, но возникает биномиальный коэффициент. Вот, и вот незадача, ну, или наоборот, значит, в характеристике положительный биномиальный коэффициент начинает вдруг, в характеристике p, он начинает вдруг, там, с какого-то места делиться на p, так, то есть он становится равным нулю. Вот, но и когда вы возьмете тут степени, там, до p, скажем, да, то есть единица, значит, x, x вторая разделенная степень и так далее, так, значит, до p минус первой разделенной степени, а? Это под алгебры, да. Да, да, ровно так. Вот, ну, а потом вы можете проделать такой же фокус не до p, а до какой-то степени p. Так что в действительности здесь возникнет еще один параметр. На самом деле, возникнет больше параметров, потому что вы можете там по разным переменам проделывать, брать разные степени. Вот, значит, у вас возникает, там, вот такие вот семейства под алгебр, так, которые называются алгебрами разделенных степеней. И, на самом деле, настоящими аналогами кольца многочленов положительной характеристики являются именно они. Вот, ну и поэтому, значит, нужно вместо вектных полей у которых коэффициентами являются многочлены, брать, значит, вектные поля, у которых коэффициентами являются элементы алгебр разделенных степеней, которые конечномерны. Так, и у нас, значит, получается, что алгебра вектных полей практически ноль, значит, их имеют конечномерные аналоги, которые, как Андрей доказывал нам в упражнении, да, так сказать, в тесте в Перуджи, просты, да, для каких-то из них. Вот, я уж не помню, доказали вы или нет, но, значит, вы тоже не помните, да, вот, ну, значит, кто-то доказал, да. Вот, получаются аналоги, ну, эта алгебра является аналогом ЖЛ, это алгебра, там подалгебра, сохраняющая форму объема, ну, а там подалгебра, сохраняющая еще какую-то, значит, форму, но, грубо говоря, это аналог симплектической, а это аналог ортогональной, еще, вот, грубо говоря, так, вот, но по-другому совершенно устроены, это алгебра картановского типа, и в 67 или 68 году, примерно, значит, Кастритин и Шафаревич, они написали замечательную работу, которая просто определила, то есть, на самом деле, сами вот эти алгебры, скажем, алгебры серии WN, они, конечно, задолго до этого были построены, вот W, так, это первая буква фамилии вид, вообще говоря, потому что алгебру W1 построил просто вид, абсолютно элементарно, там, не говоря, значит, слова разделенной степени, ну, просто явно в базисе, так, вы помните таблицу умножения, значит, E0, E1, EP-1, а таблица умножения такая, E, EY, EY равняется, E минус E, EY, ну да, будет одно и то же, EY минус E, EY плюс EY, да, но все по модулю p, значит 0p-1 по модулю p. Вот такая таблица умножения, это алгебра w1, это алгебра випта. Ну и можно доказать, что если характеристика не 2, что ли, то она проста. Ну и встроили другие примеры. Цессенхаус этот пример обобщил, поставив любые степени. Потом в 50-е годы были построены уже алгебры Франк и так далее. Эти алгебры как-то не истолковывались все единообразно, те, которые были. Блох там строил алгебры. И вот в 60-е годы Кострикин и Шифаревич истолковали все эти алгебры единообразно, связали их с алгебрами картановского типа, с алгебрами вектных полей и сформулировали гипотезу, которая утверждала следующее. Вот гипотеза Кострикина-Шифаревича утверждала, что значит других ограниченных простых алгебр Ли в характеристиках больших семи, причем строго больших семи. Пример Меликяна уже, вот это было до меня, пример Меликяна уже был при мне, я просто слушал первые документы. Они пятерку и семерку исключали из приорных соображений. Так, потому что, значит, конечно, Алексей Иванович, эта работа, она родилась, как бы не на пустом месте, то есть до этого Алексей Иванович уже применял, как вы понимаете, алгебрами Бернсайда, во-первых, это раз, и во-вторых, там к этому моменту он уже, значит, там написал кучу работ про алгебры Ли в положительной характеристики, так, а примерно в тот же момент, вот значит, чуть позже учеником Игоря Ростислава еще был Алексей Николаевич Рудаков, который тоже занимался, значит, который обнаружил, что вот алгебры, там классического, классический алгебр продолжают оставаться жесткими, там в характеристиках больше трех, там и так далее. Вот, то есть, вот они смотрели гипотезу, гипотеза, что при характеристике большей семьи, значит, других ограниченных нет. Вот, ну и вот Блок и Уилсон, Роберт Уилсон, но не тот Роберт Уилсон, которого мы считали, значит, в прошлом году, в прошлом году мы считали Роберт Арнадт Уилсон, а это Роберт Ли Уилсон, который писал книжку Стейнберга группы Шевален, поскольку книжку Стейнберга Стейнберг не писал. Как известно, ее писали Джон Фолкнер и Роберт Уилсон. Вот, так вот, Блок и Стейнберга, значит, они доказали гипотезу Кострикина и Шефаревича при П большем либо равном семьи. Значит, потом Примет и Штраде, но Примет я уж напишу его по-русски, значит, Штраде, доказали ее для П больше либо равного пяти, с одним исключением, что в А в характеристике 5 появляется еще один пример алгебры Меликяна, который вот обнаружил, значит, ученик Алексей Иванович, значит, америкян. А потом они классифицировали, это грандиозный цикл работ, грандиозный совершенно цикл работ, там, это несколько статей там по 500 страниц, 500 страниц в общей сложности, не статей по 100 страниц, 80 страниц, 100 страниц, значит, то есть там, скажем, один из циклов совместных работ, там, статей с номером 1, 2, 3, 4, 5 и все примерно такого объема, вот, они классифицировали уже не ограниченные, а все. Так, деформации, да. Вот в таких характеристиках, то есть при П больше либо равном пяти, значит, все, то есть все классифицированы, есть полный ответ, при П больше либо равном пяти. Значит, теперь, что происходит при П равном трем и при П равном двум. Вот при П равном, значит, трем, есть куча других примеров. Так, значит, это П равное 3, это есть при алгебре Франк, алгебры Кузнецова, кстати, все они тоже ученик, были учениками, значит, Алексея Ивановича Кострикина, алгебры Ермолаева, алгебры Скрябина. Так, ну... Так, вы знаете, значит, и после этого я просто оппонировал несколько диссертаций учениц, в основном учениц, почему-то не учеников, значит, Миша Кузнецова, где как раз они доказывали, что нет, они все знают, что, так сказать, там... Сейчас я заканчиваю, да. Какие-то, значит, но они считали деформацией тех вот известных и так далее. И, в общем, вот, Михаил Иванович, он мне сказал, как бы, что он верит, что сейчас они знают все алгебры в характеристике по равной 3, но доказать не могут, что это все. Но он уверен, что они знают все, потому что уже давно не удается ни одной новой открыть. Вот. Хотя этим много народу занимается, и на самом деле Аскар Сиркулович Джумагильдаев, вот еще один ученик Алексея Ивановича, так, значит, он единообразно истолковал эти алгебры, вот маленькие исключения, в терминах, это все эти алгебры являются маленькими исключениями, он их истолковал в терминах того, что вот у каких-то там из предшествующих алгебры нетривиальные кагмологии. Вот у алгебры там W1, W2 нетривиальные кагмологии маломерные, и это позволяет построить там расширение и прочее, подкрутить их так, чтобы они стали простыми, там, в таком духе, вот, операцию там подкрутить. Вот, то есть, как бы есть надежда, что в характеристике 3 классифицируется. А в характеристике 2 ну, вот, специалисты, в том числе Михаил Иванович, тоже. Мне говорили, что, во-первых, A, так сказать, примеры простых алгебрислот из всех углов, то есть, их там миллион, никакого, так сказать, не то, что, там, доказательств, никакой классификации нет, нет никакой уверенности, что мы, просто, все знаем. То есть, более того, есть уверенность, что мы не знаем всех, и, значит, Есть уверенность в том, что определение алгебры линии неправильное в хракистике 2, что в хракистике 2 нужно совершенно другой объект классифицировать, потому что нужно другую категорию определять. Вот так же, как мы классифицируем в хракистике 2 не… – По квадратичной алгебре. – Да, нужно классифицировать не йордного алгебры, а квадратичный йордного алгебры. Здесь что-то в таком же духе, потому что если упираться в хракистику 2, то все, кто реально понимает, с кем я говорил, они все считают, что это будет гораздо сложнее. Чем классификация простых групп, конечно, как бы ситуация такая. Так что для хракистике 2 пока надеяться не приходится, даже для алгебраически замкнутого поля. Для хракистике 3, если вот Нижегородская школа это завершит, то это будет тоже великий вклад в науку. Но я думаю, что это будут работы не короче, чем работы приметы и Штрады, то есть там просто вопрос в том, чтобы эти работы написать, понимаете. Так, ну ладно, все, спасибо.